ПРОЕКТ Я ПОМНЮ Интервью с ветераном Великой Отечественной войны. Бородин Михаил Ильич. Интервью и литературная обработка Баир Иринчеев. Опубликовано 18 июля 2006 года. Когда 19 началось под Сталинградом наступление, мне тоже пришлось поучаствовать. «Один бой там был, когда мы пехоту поддерживали. У нас в нашей танковой разведроте танки были закопаны, мы охраняли штаб. Начальник штаба бригада приходит, говорит, что надо станцию взять. Там командная высота, и пехота ее взять без танков не может. Говорит, дайте нам пару танков. Вон у вас замаскированные стоят, штаб охраняют. Командир поматерился, но два танка выделил, в том числе и наш. Загрузились снарядами, поехали. На высоте был домик. Стоял он на обратном скате и был плохо виден. Там у немцев была огневая точка. Задача стояла этот домик разнести в пух и прах. Мы двумя выстрелами его и разнесли. Пошли вверх по склону высоты с пехотой. За высотой у немцев были траншеи и минометная батарея. Мне что помогло? Т-34 в бою глухой и слепой, когда люк закроешь, триплекс маленький, не видно ни черта. Если смерти не боятся, так можно и люк открыть. Я подумал, что только шальная пуля может в открытый люк залететь или немец штыком пырнет, если подбежит. Поэтому всегда водил танк с открытым люком. Итак, домик этот мы разнесли, а снизу из-за высоты стреляют их минометы. Не знаю точно, то ли мина, то ли снаряд на лобовой броне взорвался. Вспышка меня ослепила, обожгло лицо слегка. Но боли ничего не почувствовал. Выскочил на гребень высоты и вижу минометы немецкие внизу. Первый раз увидел их вот так подробно. И немцы, очевидно, в первый раз советский танк увидели. У меня курсовой пулемет, я из него открыл огонь. Он от места механика-водителя рядом, сбоку. Дотянуться легко. При этом кручу влево-вправо, а то увлечешься и получишь в борт. Командир орет. Вперед. Стреляю, стреляю. У меня еще автомат был. Я через окоп перевалил, по минометам прошелся, раздавил. Немцы разбегаются. Газ вдавил. Из люка высунулся наполовину. И по ним из автомата весь магазин выпустил. Командир мне кричит. Мишка, разворачивайся, задача выполнена, поехали домой. Начинаю фрикцион выжимать левой ногой, чтобы развернуться, не могу выжать. Осколок в ногу попал. Правой ногой выжимаю фрикцион, начинаю разворачиваться и смотрю, руки в крови. Это снаряд, который на броне взорвался. Осколки у меня в лице засели. Я лицо утирал, жарко же, вот и руки в крови. А сначала я вообще ничего не почувствовал, в таком азарте был. В первый же раз бой такой. Смерти не боялся, даже не думал об этом. Командир разведроты нас всегда так учил. Не бойтесь смерти. Если она тебе написана на роду, она тебя найдет. И под девятью накатами не спрячешься. Так что я не боялся и люк никогда не закрывал. Поэтому мой танк всегда быстрый был. Люк открытый, видно все. Я противотанковые пушки сразу видел, когда они начинали стрелять. Сразу начинал маневрировать. Чуть помедлишь и в борт получишь. В борт это плохо, а в лобовое не страшно. Вернулись, командир вылез из танка и говорит. Мишка, да у тебя вся морда разбита. Вытащили меня из танка, я упал. В ноге тоже осколок. Потащили меня в медсанбат сразу на стол. Все в крови. А свет был, гильзы от сорокопятки. Кусок портянки вставлен, налит бензин и горит. Осколки повытаскивали, все перебинтовали. Опираясь на командира, я ушел оттуда. Во рту все разбито, жевать не могу. Только водкой полоскал рот, а потом сразу спать лег. Вот так закончился для меня этот боевой эпизод. Интервью и литературная обработка Баир Иринчеев. Конец интервью. Читал Олег Лобанов. Продолжение следует.